Всем привет, чуваки! Вы смотрите канал Кэм Уз Мэн. Сегодня у нас четверг, 30 марта. Март уже практически закончился. Капец, уже месяц прошел весны, ну такой официальной весны. И, знаете, блин, мы вот как раньше жаловались, так и сейчас будем жаловаться, что здесь настолько все плавно перетекает друг к другу, что нет четких граней, типа зима закончилась, весна началась. У нас все еще осень какая-то, и хочется уже лето. Ну ладно, у большей части России еще зима вообще. Да, да, согласен, поэтому жаловаться вообще грех. У нас сегодня культурный четверг, самый культурный, самый что ни на есть, потому что мы сидим около библиотеки, вот такой вот, это уличная библиотека. Таких по Краснодару очень много в парках. То есть книжечки берешь, какую хочешь, сидишь, читаешь, хочешь, убираешь, какую хочешь. Я никакую не хочу, потому что у меня есть пирожки с горохом, я хочу их есть. Пойдем. О, вот это я терпеть не могла в школе. А теперь сиди и учи. Сегодня кайфовая и теплая очень погода, 18 градусов, и прям... Ну, единственное, мы не взяли плед, поэтому пришлось сидеть на лавочке, перекус устраивать. Да, девчонки какие-то, школьницы с рюкзаками, лежали на пледе. Да, одна вообще, по-моему, спала. Ну, она на боку что-то там, в отрубончике. Вот так вот, наверное, прогуливают школу. Шучу, вообще в Краснодаре никто не прогуливает. О, там какая-то сцена. А птицу видишь какую-то странную? Нет, где птица? Вот она сейчас. А, да, ну это та же птица, которую мы видели, а вот там вот сцена какая-то заброшенная. Да. И мы здесь с тобой засекали сколько? Нет, нет. А, на другой. Мы как-то в прошлом году гоняли на скейте, на самокате, засекали сколько километров в час здесь вниз по горочкам. 27. И ты на своем? Да, на самокате. Еще 27 километров сейчас, вообще безумный, какая-то супер-мега-экстремалша. Какие мощные деревья здесь, смотрите. Одно живое, а другое уже не живое, потому что дядя... Ну, может, еще чуть-чуть живое, но... Дядя Карает его поел. Вообще, смотрите, мой палец. Ты не суй туда пальчик от колтудок, сейчас как вылезет. Вообще жесть, вот сюда большой влезет. Ну, оно, смотрите, оно подсохло. Вон то классное дерево. Да. Прямо. Такое раскидистое, ну такое же, как вот это. Ну, только буду. Ладно, гуляем дальше. По зеленой, по тропинке. Я иду к тете Зинке. Ну, вот еще месячишка и откроется наш любимый летний кинотеатр. Народу уже, смотрите, сколько много. Катаются все, что-то мутят. Да, это четверг еще. Ну, это только-только конец рабочего дня у всех. Это у меня тут пораньше заканчивается день. Так вот, я хотел сказать, что так много, так много активных людей. Это так круто. Все катаются на чем-то. Сейчас только что отец с дочкой катился на лонгборде. Она там на этом дурацком гироскутере. Да, да. Ну, здесь прям концентрация вот этих вот всяких покатушечных средств большая. Я вообще, мне кажется, это самый спортивный город в России. Такого, ну, просто я нигде больше такого не видела. Москва с Питером нет, это вообще не то. Там такого нет. Покуривают в стороне, в прямом смысле. Здесь не покуривают, здесь едут, ребята. Здесь хотят и едут, двигаются, мазафака. Спортом занимаются, Краснодар, Быки, Локо и все такое. Мы сегодня обнаружили, что около экспо-центра, здесь вот на Зиповской, какой-то мото- или байк-фестиваль. Куча-куча байкеров. Вообще все ходят такие в кожанках. Мы такие, ого, а их так много. И около тачки, около нашей, вон там теперь и вот. Тут, но здесь, видимо, просто парканулись, ребята, потому что там уже все занято. Сейчас будем проезжать, покажем вам пару экземпляров лютых из Мадмакса. Смотрите, какая лютая точилка. Точилка? Точилка для карандашей. Так, ну давайте попытаемся теперь увидеть кого-то. Вот человека видим, который едет нам навстречу, он проехал, отлично, отлично. А вот девушка упаковывает коляску в машину, замечательно. И тут, вот он экспоцентр, и вот тут мы сейчас заметим склад велосипедов моторных. И вон там, собственно говоря, выставка какая-то, похоже. Ладно, это все не по нашей теме. Да, 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 уже, походу, это разъезжались, да. Короче, это не наша тема. Мы едем, лучше пылесос взять. Тотейка нырнула под машину, как только мы зашли. Но у нас, смотрите, что здесь есть. Че это? Персик. И че с ним? Свесет. Круто, тенечка? Да. Вон там, вон там, прям цельный. А в прошлом году все пооблетало. Потому что ветер был сильный. Круто. Видите, какие дорожки теперь здесь каменные. Он пахнет по-другому. Не как вишня, не как яблони. Ребята, сегодня у нас еще запланирована встреча. Сейчас без... Не без, а... 8.20, да. В 9 часов вечера, короче, договорились с Лешей встретиться. Леша с канала Вилтистони. Ссылка в описании, как обычно говорят. Вот, ну, возможно, я оставлю, а почему бы нет. Вот. Вот, Леша приехал по делам в Краснодар из своей страны, Греции. Ну, Леша просто флаг Греции. В греческой, да. Да, в машине. Ну, наверное, стоит как бы думать, что Леша из Греции. Ну, че, просто так, что ли, флаг ставить человек будет? А Леша стоит вообще ни о чем не думать. Стоит вообще ни о чем не думать в этой жизни. Так будет проще жить. Вот. Едем навстречу. Договорились сначала в Старбакс, но потом... Потом вот так вот молодежь ходит в Краснодаре не по пешеходному переходу. Взгляд водителей. И мы едем. Пылесос уже в багажнике, кстати. Но сегодня уже сверлить ничего не будем. Нет. Мы приехали на Пашковскую. Хотели вообще в Старбаксе встретиться. Пашковская вроде бы. Пашковская, пофиг. Короче, хотели в Старбаксе встретиться, но потом подумали, блин, мы за такую сумму сейчас за два кофе отдадим, что пойдем, наверное, лучше в Любо. Можно четыре раза в Любо сходить. Да. Короче, Леха пока, видимо, за рулем был, не очень читал сообщения и приехал в Старбакс там на Пашковской. Вот. А здесь-то еще один Старбакс, который мы не очень любим, потому что в нем воняет тубзиком. Ну, может, сейчас, конечно, не воняет, но летом как-то было. Ну, там просто как-то неуютно. Вот. Ну, если бы даже не воняло, просто как-то не знаю. Ну, и тут Люба рядом, вот сюда-то мы и хотим пойти, поэтому сейчас ждем, когда Леха сюда подойдет. Но он уже понял, говорит, я иду. Вот. Красная 68. Тепло-то как, ребята! Кайфулечки. Кайфулечки? Кайфуешь немножко? Да. Ну, я хочу, чтобы было теплее. Ну, дык. Я тоже. Я хочу прям шорты одеть уже из сланца. Долго бежал? Да. 8 минут. Привет. Привет. Как оно? Нормально. А у вас тут фиг припаркуешься, блин. Ну, да. Я, получается, по красной ехал, мне надо было свернуть налево. А у вас, получается, везде знаки, что ехали. Хотя вот по этим улицам люди едут налево. Да, то есть нужно туда звонить, потом вот так, вот так, вот так, ну, прыжочком. Ребята, вы не поверите, я сегодня пью Гондурас. Это зерна из Гондураса прям прямиком. Кстати, кто помнит канал Гондурас ТВ, который был года три назад? Был такой, такую там чушь всякую унес. Горит зеленый там? Ваше здоровье, ребят. Ваше здоровье вашего сердца. Не пали контору. А ты-то сам водяру хлещешь. Ну, у меня стаканчики. Лиса сегодня по-здоровому смузи. Смузи. Приятного аппетита. Здесь сегодня клево, музыка классная. А что, бывает плохое? Ребята веселые, ну, бывает, да. Бывают выкуривают гопников всяких плохой музыкой. А теперь вот эту гопники послушают, да? Они нас. Он у себя дома. Да такое чисто. Чего припернешься ко мне? Где мой вискус? Так, классика, классика. Так, просто в блоге снимать, а я в блоге только начался, только 43-й день. Только 43-й день. Я только... Блин, у меня все люди смокнут. Что это значит? Это автофокус? Да. А у тебя что, можно выключать? Я не знаю. Это ты это сделал? У меня такого не было раньше. А я тебе проапгрейдил. Да я так и подумал. А чего у тебя сверху нам исчезли надписи? Ну, ты что-то сломал, видимо. А, все. Ты пиши, потом обрежь. Да. Как его включить? Все, я разобрался. Батарею посадил. Предупрежьте, невозможно использовать вспышку, аккумулятор разряжен. А мне не надо. Всем привет. Сегодня 43-й день моих инстаграм-блогов. И смотрите, кто у меня во блоге. Привет, привет. Вот. Все. А теперь я вас покажу и оставлю ссылки на вас. Там уже кончилось время, мне кажется. Нет, 15 секунд, все, а теперь началось. Ау. Мы что ж свело настолько... Мне пока что еще тяжело снимать в блоге на прелюдях. Это прям мне так тяжело. Типа нужно делать вот так. Ну, короче, через 10 минут закроется заведение, нас всех выгоняю. Спасибо большое. Гондурас был великолепен. Да. Хорошо, Орис. Счастливо. А хорошо-то как? Я так и думал, что будет тепло. Ветра нету и прям такое... Ну... Нет, ветер, блядь, черт. Все равно пошло. Вот я на микрофоне даже не слышно. Да, микрофон шикарный в этом плане. Прям вывозит все ветра. Ну, на водохранилище единственное, он провалил тест. Там был ураган. Вот я помню, когда ты снимал... Да, Олис, у родителей ты снимал, выходил за калитки. Да, да, да. Тогда прям видно было, что ветер. Но там довольно тихо было. Он чуть-чуть шумел. Но... А есть еще насадки прям такие шерстяные. Да, да, да. Я все покупал. Вот они всегда. Да, а я видела по обзору съедали. Ну, может быть... Не знаю. Я покупал себе такую волосатую, мохнатку. Что-то не особо. Черт, цензура здесь, короче, 18+. Ладно, что? Круто было. Круто пообщались. Увидимся в мае. Мы надеемся, если все... А это прям спойлер у тебя, да? Ну, так чисто там... Я не знаю, мы, конечно, возможно, снимать там не будем. А возможно, скорее всего, будем. Все, удачно доехать. Спасибо. Рад был увидеть. Пока. Пообщаться. Пока. Хорошо. Смотрите мои инстаграм-блоги. Да, смотрите, с моего телефона писали. Да. Все, счастливо. До свидания. До свидания. Я вам чай привез. Что-то, да ты прикалываешься. Пожалуйста. Спасибо. Ну, это крутой чай. Серьезно, я бы сейчас забыл вообще. Это крутой чай. Да, это классный чай. Фига себе. Это все камера волшебная. Ты посмотрел и вспомнил. Серьезно, мы пьем этого чая мы пьем теперь только травы. Да, крымский, да. Крымский? Да. Да. А где вы покупаете у вас продукцию? Ну, там другая, другая штука. Ну, да, что-то крымский букет называется. Ну, тоже там травы. Пейте крымский букет, это реклама. Крымский букет, я сказал. Это нет, это щедрость крымских долин. Вот, тоже хорошо. Ехали мы такие домой, ребята, и подумали, блин, дома нечего вообще есть. И что-то как-то это. Едем домой, и уже вот магазины все закрыты. И что, блин, что делать-то? И такие, па-бам, можно заехать в ленту. Это было очень поздно. Сейчас сколько там, половина первого? А то уже и час. Уже час ночи. У нас все опять сдинулось. Все наши временные рамки засыпания, нужные часы, часы сна. Вот, мы приехали в ленту. В ленте вообще практически никого не было. И это классно. Это напомнило нам времена, когда мы жили в подвале. Как там обычно мы говорим? Со времен подвала, да. Вот. Времена, когда жили в подвале и гоняли в ленту перед сном практически. Ну, там ночью тоже так. Однажды приезжали в пижаме. Это все во влогах есть. Это прям забавно было. Блин, у меня, оказывается, провод... Это, наверное, Леша переключил здесь проводок, только сейчас увидел. Вот, ну ладно. Так вот, и сегодня тоже так же мы перед сном приехали, закупились, закупились солидненько. Так что теперь у нас есть пища богов. А еще нам подогнали за нашу покупку вот такую штучку. Там сейчас в ленте такая штука, типа акция, акция-плантация. У тебя руки в земле. Ну, так я только что садила. Там маленький такой торфяной горшочек и семена. Вот в нем было упаковано. Да, да, да. И нам досталась рукола. А думаешь, там разные бывают? Я думаю, что, конечно, разные. Вот. Прикольно. И, в общем, меня сейчас посадила. Не знаю, зайдет. Я, честно, не верю, что мне зайдется. Солнце взойдет. Ну, прикольно. Перед нами была какая-то пара. Накупила что-то около 6 тысяч. Но им дали, я не знаю, штук 10, наверное, если не больше таких. У них целый огород будет руколы. Да, не так, скорее всего. Или укропа. Вот. Юго-восточного укропа. Все, ребят. Увидимся с вами в следующем видео. Подписывайтесь на канал. Подпишитесь на канал Леши. Ссылка в описании. Мы только что посмотрели его видос с моего телефона, который я ему скинул. Он только что выложил, отметил нас. Круто. Спасибо тебе, Леш. Все, удачно доехать тебе до дома. Покеда! Субтитры сделал DimaTorzok